Послание к филиппийцам Послание к филиппийцы Послание к филиппийцы Послание к филиппийцы Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Луки Святое Благовествование Что Вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. Что же меня зовете, Господи, Господи, и не творите я за глаголю? «Всяк гряды ко мне, и слыши слова мои, и творя я скажу вам, кому есть подобен». Подобен ешь человеку, зижившую храмину, и же ископай, и углуби, и положи основание на камни. Наводнению же бывшую, припаде река храмине той, и не може поколебать ее я, основана в обе на камни. Слышавый же и несотворивый, подобен ешь человеку, создавшему храмину на земле без основания. Ешь же припаде река, ябе подися, и быстро разрушение храмины той, и верием. Игда же сконча вся глаголы своя в слухе людям в Ниде, в Капернаум. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Стихи 46-49 «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Это необходимо относиться к нам, которые устами исповедуем его Господом, а делами отрекаемся от него. Если, говорит я Господь, то вы во всем должны поступать, как рабы, а долг рабов делать то, что Господь повелевает. Потом говорит нам, какая польза тому, кто слушает его, и не только слушает, но и на деле исполняет. Таковы подобен человеку, строящему дом, построившему он и на камне. Камень же, как свидетельствует апостол Христос, копает и углубляет тот, кто принимает слова Писания неповерхностно, а изыскивает глубины их духом, таковы основывает на камне. Потом, когда случится наводнение, то есть гонение или искушение, река подступит к этому дому. То есть искуситель, бес ли то или человек, и однако же не может поколебать его. Искушающий человек очень справедливо может быть сравнен с наводнением реки, ибо как наводнение речное производит вода сверху падающая, так и человека-искусителя возвращает сатана, спадший с неба. Дом тех, кои не соблюдают слов Господа, падает, и разрушение сего дома бывает большое, ибо падения слушающих, но не творящих, велики, потому что не слышавший и не сделавший погрешает легче, а слышавший и однако же не исполняющий согрешает тяжелее. У сопротивника нашего дьявола есть древний обычай со вступающими в подвиг сей хитро уразноображивать борьбу свою, употребляя против них разные оружия, и соображаясь с намерением лица, изменяет он способ своего ратоборства, которые ленивы произволением и немощны помыслами, на тех обращает особое внимание, и с самого начала сильно нападает на них, так что восставляет против них твердые и сильные искушения, чтобы в начале пути заставить их изведать все способы лукавства его, чтобы с первого подвига объяла их боязнь, путь их показался им жестоким и неудобопроходимым, и сказали они так, если начало пути так тяжело и трудно, то может ли кто до самого конца его выдерживать многие предстоящие на нем борения? И с этого времени не могут уже они снова восставать или идти вперед, и даже видеть что-либо иное от не дающей покоя заботы о всем. И недолго дьявол ведет с ними жестокую брань свою, чтобы обратить их таким образом в бегство. Лучше сказать, сам Бог попускает дьяволу превозмогать их, и ни в чем не вспомыществует им, потому что с сомнением и холодностью ступили в подвиг Господень. Ибо говорит Бог, проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением и в избраняющей руке от крови. Книга пророка Иеремии, глава 48, стих 10. И еще. Господь близ боящихся Его. Псалом 84, стих 10. Ибо без страха и холодности идти против дьявола повелевает Бог, говоря, начни только губить его, и устремись на брань с ним, и сразись с ним мужественно, и возложу страх твой на всех врагов твоих под небесем, глаголит Господь. Второзаконие, глава 11, стих 25. Ибо если не умрешь добровольно, чувственную смертью за благость Божию, то поневоле умрешь духовно, отпав от Бога. Поэтому, если такова твоя участь, без негодования добровольно прими за Бога временные страдания, чтобы войти в славу Божию. Ибо если в подвиге Господнем умрешь телесно, сам Господь увенчает тебя, и честным останком твоим дарует Бог честь мученическую. Посему, как сказал я выше, по Илеку в самом начале были они нерадивы и расслаблены, и не решились предать себя на смерть, то сего времени во всех бранях оказываются последними и немужественными. Лучше же сказать, Бог попускает, чтобы они были гонимы и преследуемы во бранях, потому что не поистине взыскали его, но как бы искушая и издеваясь, пытались совершить дело Божие. Потому и сам дьявол сначала узнал их и испытал помыслы их, каковы оны, то есть боязливы и самолюбивы, и более всего щадят тело свое. И посему-то, как бы бурю гонит их, ибо не видит в них душевной силы, какую обык видеть в святых. По произволению человека стремиться к Богу и по намерению достигать известной ради него цели, и Бог содействует, и помогает, и являет ему свое о нем промышление. А дьявол не может приближаться к человеку или наводить на него искушение, если человек не вознеродит, или и Бог не попустит ему. Или, если кто допустит себя до срамных помыслов самомнением и превозношением или помыслом сомнения и двоедушия, то дьявол испрашивает таковых себе на искушение. Но в начальных же простых и неопытных не испрашивает он у Бога, подобно святым и великим для искушения их. Ибо знает, что Бог не попустит таковым впасть в руки его, так как Богу известно, что нет у них достаточных сил против дьявольских искушений. Разве будет в них одна из сказанных причин? И тогда сила промысла Божия удаляется от них. Это и есть первый способ дьявольских брань. О втором способе дьявольских брань. О которые, как видит дьявол, мужественны, сильны, ни во что вменяют смерть, исходят на дело с великую ревностью, предают себя на всякое искушение и на смерть, пренебрегают жизнью мирскую и телесную, и всеми искушениями навстречу тем не вдруг выходит дьявол и долго не показывает себя им, сдерживается, дает им место и не встречается с ними при первом их устремлении и не вступает с ними в брань, ибо знает, что всякое начало брани бывает горячее, и известно ему, что подвижник имеет великую ревность, а ревностные воители нелегко побеждаются. Делает же это дьявол, не их самих устрашаясь, но боится он, окружающий их, его устрашающей божественной силы. Посему, пока видит их таковыми, не осмеливается даже прикоснуться к ним до тех пор, как увидит, что охладели они в ревности своей, и какие уготовали себе в мыслях своих оружие, сложились себя изменением божественных словес и пометований, содействующих и вспомыществующих им. во время же ленности их обращает на них внимание, когда уклонятся несколько от первых помыслов своих и сами от себя начнут изобретать то, что служит к одолению их в них же источающимися ласкательствами мудрования их, и сами от себя душем своим искапывают ров погибели от ленности происходящих парением помыслов, от которых в них, то есть в мыслях и в сердцах их воцарилась холодность. И дьявол, когда удерживается от нападения на них, делает сие непроизвольно, не потому, что щадит их или стыдится их, ибо ни во что вменяет их. Напротив того, рассуждаю, что некая сила окружает тех, которые с пламенной ревностью стремятся к Богу, с младенческими чувствами исходят на подвиг, без всяких расчетов отрекаются от мира, надеются же на Бога, веруют в Него и не знают с кем ведут борьбу. Посему Бог отражает от них лютость дьявольского лукавства, чтобы не приближалось к ним. Враг обуздывается в виде охранителя, всегда их охраняющего, ибо если не отринуть от себя причин помощи, то есть молитв, трудов и смиренно мудря, то заступник и помощник никогда не удаляется от них. Смотри и запиши это в сердце своем, потому что сластолюбие и любовь к покою бывают причиной попущений, а если кто пребывает в неослабном воздержании от этого, то никогда не оставляет его Божие содействие и врагу не попускается прирожаться к нему. Если же бывает, когда попущено прирозиться к нему для вразумления его, то сопровождает и поддерживает его святая сила, и не боится он демонских искушений, потому что помысл его благодушествует и пренебрегает искушениями ради этой силы. Ибо сама божественная сила научает людей, как иной учит плавать какого-либо малого ребенка, и когда начнет он утопать, выносит его из воды, потому что ребенок плавает над руками обучающего, и когда начнет робеть, чтобы не утонуть, сам носящий его на руках своих взывает с ободрением ему, не бойся, я ношу тебя. И как матерь учит малого сына своего ходить, удаляется от него и зовет его к себе, а когда он, идя к матери своей, начнет дрожать и по слабости и нежности ног и членов падать, матерь его прибегает и носит его в объятиях своих, так и благодать Божия носит и учит людей, которые чисто и в простоте предали себя в руки Создателя своего, всем сердцем отреклись от мира и идут во след Господа. А ты, человек, исходящий во след Бога, во всякое время подвига своего, помни всегда начало и первую ревность при начале пути, и те пламенеющие помыслы, с какими исшел ты в первый раз из дому своего и вступил в воинские ряды. Так испытывай себя каждый день, чтобы горячность души твоей не охладела в одном из оружий, в какие было обличен ты, и в ревности, воспламенившейся в тебе при начале, то есть при начале твоего подвига, и чтобы не лишиться тебе одного из оружий, в какие обличен ты в начале твоего подвига. И непрестанно возвышай голос свой среди воинского стана, ободряй и поощряй к мужеству чад десной страны, то есть помыслы свои, а другим, то есть стороне сопротивника, показывай, что ты трезвен. И посему, если в начале увидишь устрашающее тебя устремление искусителя, не ослабевай. Оно, может быть, будет тебе полезно, потому что спасающий тебя никому не попускает даром приблизиться к тебе, если не устрояет в этом чего-либо к пользе твоей. Но не показывай нерадение в начале, чтобы, показав нерадение здесь, не пасть тебе, когда поступаешь вперед, и не оказаться уже не способным сопротивляться находящим на тебя скорбям, разумея же скорби по причине голода, немощи, страшных мечтаний и прочего. Не превращай намерения подвига положника твоего, потому что даст тебе помощь против сопротивника, чтобы враг не нашел тебя, каким ожидает. Но призывай непрестанно Бога, плачь пред благодатью Его, проливай слезы и трудись, пока не пошлет тебе помощника. Ибо если однажды увидишь близ себя спасающего тебя, не будешь уже побежден сопротивляющийся тебе врагом твоим. Вот до сего места описаны два способа дьявольской борьбы. А третьем способе вражеской брани сильными и мужественными. Посему, когда дьявол после всего этого восстанет на кого-нибудь, не имеет уже сил к борьбе с ним, лучше же сказать, к борьбе с укрепляющим его и помогающим ему, человек с содействием сим возносится над врагом, заимствует у содействующего силу и терпение, так что грубое и вещественное тело побеждает бесплотного и духовного. Когда же увидит враг всю эту силу, такую человек приял от Бога, увидит, что внешние чувства у человека не побеждаются видимыми вещами и слышимыми глазами, и помыслы не расслабивают от ласкательств и обольщения его, тогда уже этот обманщик желает отыскать какой-либо способ отдалить от человека оного помогающего ему ангела. Лучше же сказать, обманщик этот желает ослепить ум человека, которому оказывается помощь, чтобы оказался он беспомощным и возбудить в нем помыслы гордыни, чтобы подумал он в себе, будто бы вся крепость его зависит от его собственной силы, и сам он приобрел себе это богатство своею силою сохранил себя от противника и убийцы, а иногда рассуждает он, что победил врага случайно, а иногда что победил по бессилию врага, умалчиваю о других способах и хульных помыслах, при одном только воспоминании о которых душа впадает в страх. Иногда же враг под видом откровений от Бога и изводит на среду прелесть свою и в сновидениях показывает что-либо человеку и также во время его бодрствования преобразуется в светлого ангела и делает все, чтобы прийти возможность мало помалу убедить человека и хотя несколько привести в согласие с собою и чтобы человек предан был в руки его. Если же благоразумный человек в безопасности удержит помыслы свои, лучше же сказать, удержит пометование о содействующем ему и око сердца своего устремит к небу, чтобы не видеть нашептывающих в нем это, то враг снова предприимлет изобретать иные способы. А четвертый упорной вражеской брани. Наконец, у него осталось это одно, потому что природа имеет с ним сродство и потому этим преимущественно надеется причинить погибель человеку. В чем состоит это ухищрение? Следующим. угнетать человека естественными его нуждами. Ум подвижника ослепляется часто видением и приближением к нему вещей чувственных и без труда побеждается в борьбе, когда сближается с ними. Гораздо же более, когда они бывают прямо перед глазами у человека. Ибо с знанием дела и с опытностью пользуется с ним способом лютый дьявол, то есть дознал сие опытно на многих крепких и сильных подвижников, которые пали от сего, и делает это ухищренно. Хотя не может он заставить человека совершить, что на самом деле, потому что человек огражден безмолвием, и жилище его далеко от поводов и причин к греху. Однако же усиливается сделать, чтобы ум подвижников видел это в призраке и старается образовать в них под личиной истины ложные мечты, чтобы пришли к вожделению мечтаемого, производит в них щекотание и побуждение останавливаться мыслью на срамных помыслах, соглашаться на оны, соделываться в них виновными, только бы через это удалить от них помощника их. Ибо враг знает, что победа человека и одоление его, и сокровище, и защита его, и все у подвижника производится помыслом его, и совершается в краткое мгновение, только бы помыслу подвигнуться с места и сонной высоты снизойти на землю и произволением на одно мгновение показать свое согласие, как и случалось это со многими из святых при мечтательном представлении красоты женской. Если приближались они к миру на дно или на два поприща или на расстоянии дневного пути, то враг нередко прибегал к тому, что действительно приводил к ним женщин. А пребывающих вдали от мира не может уловить в эту сеть, потому в мечтаниях показывает им женскую красоту в непристойных видах, привлекая внимание то убранством одежд, то вольностью обращения, то телесную наготою. Сим и подобным сему одних победил враг на самом деле, а другие по беспечности помыслов своих обмануты были мечтаниями и через то пришли в глубину отчаяния, уклонились в мир и души их утратили небесную надежду. Другие же были крепче их и просвещенные благодатью победили врага и мечтания его, попрали телесные удовольствия и оказались искусными в любви Божией. Часто также враг делал, что видели они мечтательно золото, драгоценные вещи и золотые сокровища, а иногда самым делом показывал им это в той надежде, что может быть и успеет такими различными мечтаниями остановить кого-либо из них в течение его и запнуть одной из сетей и мреж своих. Но Ты, Господь, Господи, ведущий немощь нашу, не введи нас в таковые искушения, от которых даже сильные и более искусные едва исходят победителями с таковой борьбы. И все это попущается искусителю дьяволу. Когда со святыми ведет брань искушениями, чтобы таковыми искушениями изведывалась любовь Божия в них, действительно ли при удалении сих вещей в отшельничестве лишений и скудости своей они боголюбивы и пребудут в любви Божией и истинно любят Бога. И когда приближаются к всем вещам, по любви к Богу стараются пренебрегать ими и уничижать их, обольщаемые ими не уступают им над собою победы. И таким образом искушаются, чтобы через это садилась не только известными Богу, но и самому дьяволу, потому что желательно ему испытать многое и всех, если можно изведать и испросить себе у Бога для искушения, как испросил праведного Иова. И когда бывает малое попущение Божие, искуситель дьявол неудержимо приближается, но по мере силы искушаемых им, а не по желанию своему, прирожается к ним беззаконный дьявол. И через сие испытываются истинные боголюбцы, твердые в любви Божией. Пренебрегают ли они всем этим? И вменяется ли это в глазах их ни во что в сравнении с любовью Божию? Всегда ли смиряются они? Воздают славу действующему им во всем и виновнику их победы, и ему в руки предают себя во время подвига, говоря Богу «Ты силен, Господи! Твой это подвиг! Ты ротоборствуй и побеждай в нем за нас!» Тогда искушаются они как золото в горнире. Но изведываются и познаются в таковых искушениях и ложные боголюбцы. И они, дав место врагу своему и став повинными, отпадают от Бога, как нечистота, за беспечность ума своего или за гордость свою, потому что не сподобились приять силу, какая действовала во святых. Содействующая же нам сила не преодолевается, ибо Господь всемогущ и крепче всех, и во всякое время бывает победителем в смертном теле, как скорость нисходит к подвижникам во время брань. Если же бывают они побеждены, то явно, что побеждаются без него. И это суть те, которые по своему произволению, неблагодарностью своей удалили от себя Бога, потому что не сподобились силы вспомоществующей победителем и даже чувствуют себя лишенными той обычной собственной своей силы, такую имели во время сильных своих браний. Как же чувствуют это? Видят, что падение их представляется приятным и сладостным в очах их, и что трудно им выдержать жестокость борьбы со врагом их, которые прежде с ревностью решительно преодолевали стремлением естественного движения, сопровождавшимся в то время горячностью и быстротой. И этого не находят они теперь в душе своей. И те, которые нерадивы и слабы в начале подвига, не только от сих и подобных борений, но и от шума древесных листьев приходят в боязнь и смятение, и малую нуждую, голодом, в случае недостатка и небольшой немощью преодолеваются, отрекаются от подвига и возвращаются вспять. Истинные же и благоискусные подвижники не присыщаются злаками и овощами, даже питаясь коренями сухих былей, не соглашаются что-либо вкусить прежде назначенного часа. Но в телесном изнеможении лежат на голой земле, очи их едва смотрят от чрезмерного истощения тела, и если от нужды близки бывают к тому, чтобы разлучиться с телом, не уступают над собою победы и не оставляют крепкого произволения, потому что желают и вожделевают лучше сделать себе принуждение из любви к Богу и предпочитают трудиться ради добродетели, нежели иметь временную жизнь и в ней всякое упокоение. И когда приходят на них искушения, веселятся пачи и еще усовершаются ими. Даже среди тяжких предстоящих им трудов не колеблются в любви Христовой. Но пока не утратят жизни, пламенно желают с мужеством выдерживать нападение и не отступают, потому что через это усовершаются. Богу же нашему да будет слава во веки веков. Аминь. Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица речет Господи заступник мой и си прибежище мой Бог мой уповая на него я готов избавить тебя от сети ловча слависи мятежно плечма своим осенит тебе под крыле его надеющись оружием обыть истина его не убоившись от страха ночна гострел летящая во дни отвечив от неприходящей от тьма десной тебе к тебе же не приближится обачи от чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь и как у ты Господи упованием мою вышнему положилось и прибежище твое не приид к тебе злой рано не приближится телеси твоему я к ангелам своим заповесю тебе сохранить я во всех путях твоих на руках возму тя да никогда притнешь окаминогу твою на спида и усилийско наступиши и попереши льва и змия я к намя уповая сбавлю покры як опознай имя мое вызовет ко мне услышу его с ними скорби изму его и прославлю его долготою дни исполни его являю ему спасение мое возведу ох очи мои в горы отнюдно же приедет помощь моя помощь моя от господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей ниже воздремлет храняй тя сене воздремлет ниже уснет храня израиля господь сохранит тебя господь покров твой руку десную твою во дни солнце не ожед тебе ниже луна ночью господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою господь господь сохранит вхождение Твое исхождение Твое отныне и до века. Отче наш, и живи си на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яка на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, яку же, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Достойно есть я по Богу и истину, Блажей и дитя Богородицу, Блажей и дитя Богородицу, Честнейшую Херувину и славнейшую, Без сравненья с тераким, Без истенья Богослово рожую, Сущную Богородицу тя величай. Без истинный. Без истинный. Без истинный. Без истинный. Дракими классы стыд, души по благим отворяться. Души по благим отворяться. Полюбие классы четвертый, вот ваше праведник Господь услышит, И от всех скорбейки сбавейки. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Продолжение следует...